сегодня мы с вами поговорим о во все здорово да очень здорово а сегодня мы с вами поговорим о такой проблеме как забрать желудка и как распознать не тук скажите кто-нибудь у своего питомца встречался с такой проблемой или же всем повезло и ни разу не встречались пишите пожалуйста в комментариях очень интересно вас послушать но начнем что же такое заворот желудка это поворот одной части желудка относительно другой или же может быть повернут и весь желудок относительно продольный или поперечных осей сопровождается это острым расширением и тяжелейшим расстройством гомеостаза заболевание от хирургической на него приходится до половины процента зарегистрированных случаев при отсутствии экстренной помощи уже в первые шесть часов погибает каждая заболевшая собака операция конечно значительно снижает смертность но бывают и повторные случаи когда заворот происходит заново желудок у собаки является частью пищеварительной системы и находится он в брюшной полости также в анатомической близости там у нас рядышком что лежит легкие и сердца поджелудочная железа печень селезенка кишечник и крупные кровеносные и лимфатические сосуды пищеварение у собаки начиная с вертовой полости где корм подвергаясь механической обработке зубами и к начал и начальному этапу пищеварения там он уже смачивается слюной дальше пищевой корм идет по пищеводу и перемещается в желудок на этой границе там находится специально такое кольцо из мускулатуры или же по-другому это сфинктер также как и на границе желудка и 12 перстной кишки сфинктер этот мы называем привратник его задача не допустить обратного поступления корма поэтому после его прохода мышцы у нас сжимаются и происходит это автоматически или рефлекторно то есть за счет импульса со стороны нервной системы в желудке у нас различается несколько частей это кардиальное место входа пищевода и пилорическое это место перехода желудка в 12 перстную кишку так как стенка желудка у нас подстроена из несколько слоев первое это слизистая оболочка ее клетки вырабатывают желудочный сок который уже участвует в переваривании мышечный слой он построен из мышечных пучков с разными направлениями поэтому объем желудка у нас увеличивается при поступлении корма и уменьшается уже при эвакуации его поступивший пищевой ком постепенно пропитывается желудочным соком и происходит продвижение в около 12 перстной кишке и оттуда он уже виде такой полужидкой кислой кажется идет дальше в кишечник серозная оболочка построена из волокон соединитель ткани который позволяет измерять объем желудка так собственно почему же у нас и происходит заворот желудка до конца причины заворот у нас не ясны но что этому способствует во первых это ряд факторов первое это породная предрасположенность до заворотом желудка могут болеть собаки всех пород у кошек данной патологии нет у них именно заворота желудка не бывает но чаще всего болеют крупные породы собак это могут быть доги сербернары blackhound овчарки ротвейлеры доберманы ригизеншнауцеры боксеры реже возникает у мелких пород на них тоже может диагностироваться просто крупные болеют чаще также это идет когда нарушение пищевого эмоциона и рациона собаки например вы кормите всего лишь один раз в сутки и очень большими порциями положили в низку не несколькими порциями как положено а взяли сразу кинули за один раз и кормите например перед прогулкой что нежелательно а когда животное закладывает большое количество воздуха в результате сбоев нервной системе воздух скапливается и образует большой шар в желудке при слишком активных и резких движениях сразу после кормления которые уже и провоцируют смещение переполненного желудка впрочем того что происходит перекручиваем его вокруг пищевода так как у нас желудочно-пищечный тракт занимает практически всю брюшную полость поэтому одним из механизмов защиты являются газов до 70 процентов которые из них заглатываются прекрасным заглатывание в желудок поступает до 3 миллилитров воздуха в норме это количество газов выходит через пищевод виде отрыжки воздуха а или же всасывается в желудке и или незаметными порциями уходит в кишечник некоторые виды кормов и продуктов содержит большое количество крахмалов углеводов и группы грубой клетчатки например это бобовые это перловые крупы геркулесовый также тоже черный хлеб и некоторые корма изготовлены промышленным способом в зависимости от составляющих но и от технологий как будет производиться у нас корм они как раз и способствует повышенному образованию что может тоже способствует завороту желудку когда при изменении объема желудок сохраняет относительно подвижность поэтому развитие заворота желудка также именно определяется особенностью анатомии и топографии этого органа у собаки а благодаря органам которым анатомическим ну можно так сказать привязан желудок конечная часть пищевода и начальная 12-перстной кишки а также связки которые дополнительно удерживают желудок резкое расширение перекручивания желудка так как и сказал как чаще всего облидают наблюдаются у крупных пород собак почему потому что идет соотношение ширины и глубины грудной клетки и чаще всего она возникает именно у них также может это возникать при патологии желудочно-кишечного тракта например у собаки идет недостаточно пищеварительных ферментов в том числе это может наблюдаться и в составе желудочного сока и при нарушении процесса всасывания в желудке при различных хронических заболеваниях которые влияют способность стенки желудка сокращаться тем самым у нас идет нарушение выделения ферментов и идет не полное расщепление корма что приводит повышенному газообразованию при онкопроцессах различной природы в том числе эти опухоли могут служить такой механической преградой для удаления газа также может быть патология сфинктеров наблюдаться например спазм или длительное сокращение или стеноз или же утолщение стенки сфинктера все эти изменения происходят со стенкой сфинктера за счет прорастания его соединительной тканью и в результате это может быть либо воспаление было сфинктеры либо же была травма либо же травма поэтому в таких случаях необходимо экстренно эвакуировать содержимое желудка либо с помощью рвоты либо уже в 12 перст на пешку а при нарушениях работы нервной системы в том числе и при различных стресс-факторов почему потому что работа желудочно-кишечного тракта происходит у нас благодаря нейрогоморальной системе который с одной стороны она у нас координирует а с другой мгновенно реагирует на любые изменения функционирования последствием выделения это желудочного сока ферментов и других биологически активных веществ а сбой на любом этапе этой взаимосвязи к чему наш может привести к нарушению нервации это проводимости нервных импульсов и в стенке желудка и его сфинктеров в результате чего пищеварительный ком у нас не эвакуируется и это активизирует тоже скопление газа по желудке также у нас нарушается выработка желудочного сока для нормального пищеварения кстати у многих животных почему сейчас бернар те же болеет в условиях высокогорья под действием низкого атмосферного давления в желудке тоже может происходить повышенное газообразование ну и любой стресс особенно стресс у нас после кормления может вызывать нас это патологию а также при кормлении кормами низкого качества потому что у нас они тоже провоцируют резкое газообразование есть несколько мифов о завороте некоторые считают что причинами заворота может быть кормление сухим кормом но она к ним не относится это миф при кормлении сухих кормом уже у собаки если вы кормите правильно никакого заворота не возникнет быстрое поедание корма тоже нет при быстром поедании корма у собаки может единственное что возникнуть это рвота и физические упражнения опять же если они происходят не сразу после кормления то никакого заворота не вызывать не будут чаще всего эта патология происходит ночной период поэтому следите за своей собакой потому что ночью это может возникнуть скажите а со связью все хорошо всем меня слышно то после проблем со связью уже предпочитаю уточнять всем хорошо слышно плюсик поставьте а во все шикарно прошу прощения секундочку и Продолжение следует... 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 Так, продолжим. По симптоматике. Какие симптомы? Симптомы могут появляться уже в ближайший час, два, после начала заболевания. У собаки наблюдается резкое ухудшение состояния. Это может наблюдаться после одновременного кормления и физической активности. Сильное беспокойство. Собака будет искать позу, которая хотя бы на время могла облегчить ее волю. Она может либо пытаться спрятаться, либо же наоборот как-то прийти к вам как к владельцу, доверяя вам. Что мы еще можем наблюдать? Это позывы к рвоте с обильным выделением слюны и слизи, которые не заканчиваются опражнением желудка. Быстрое увеличение брюшной полости в объеме. Живот становится похожий на натянутый барабан. И при прослушивании, при аускультации четко определяется усиленное газообразование. А также звуки перистальтики кишечника у нас будут отсутствовать. Быстрое увеличение брюшной полости конъюнктива, слизистой оболочки носовой, ротовой полости, а также наружных половых органов будут синеватым оттенком. Они будут или же могут быть бледными. Опять же, бледные, фактически даже белые. Наблюдается отдышка, температура тела будет понижена. Собака с трудом встанет сначала на тазовые, а потом на грудные конечности. И из-за сдавливания крупных кровеносных сосудов и нервных стволов. Как мы можем вообще диагностировать данное заболевание? Это несколько методов диагностики. Это рентгенография или же гастограмма с контрастным веществом для точного понимания картины заболевания. Это ультразвуковое исследование для подтверждения диагноза и точного определения расположения размера селезенки. И это эндоскопия. Если же эндоскоп прошел в желудок, то выделяют желудочные газы. Это острое расширение желудка. Если пищевод сохранил, это значит, что пищевод сохранил проходимость. А желудок нет. Если мы это наблюдаем, то... Теть Валь, да. Как мы производим лечение? Если заворот желудка у собаки на любом этапе лечения, это угроза для жизни. Лечение может назначить только врач. При остром расширении желудка показано промывание желудка от содержимого и введение в желудок веществ, прекращающих брожение. При завороте желудка у нас идет только оперативное вмешательство. Почему? Во время операции хирург производит разворачивание желудка и устанавливается ротожелудочный зонд, который эвакуирует пищеварительные массы из желудка. Затем желудок промывает большим количеством воды. И завершается операция уже гастропексией. Это происходит подшивание желудка к брюшной стенке. Зачем эта процедура производится? Она обязательно, потому что она позволяет желудку не завернуться снова. Если же произошло мертвение какой-то части желудка, то необходимо удалить его часть. Послеоперационный прогноз какой у нас? Во-первых, животное обязательно на сутки или на двое остается в стационаре. Идет мониторинг жизненно важных функций организма работы, сердца, почек. На сутки у нас показана голодная диета, антибиотикотерапия, инфузионная терапия. Назначаются гастропротекторы, протиорводные. Иногда может быть назначено параэнтеральное питание и регулярная обработка швов. Как мы можем профилактировать заворот желудка у собак? Во-первых, это кормить животное небольшими порциями несколько раз в сутки. Исключить корма с высокой бродильной активностью. И обязательно смотреть на состав корма. Следить за его качеством и за хранением, чтобы хранение было правильное. Нельзя выгуливать животное и давать физическую нагрузку сразу после кормления. Исключить влияние стрессовых факторов сразу после кормления. Также еще отдельно в качестве профилактики используется как раз гастропексию. Это различного рода фиксация положения желудка. Данную операцию некоторые врачи проводят во время плановой стерилизации собак. Почему ее проводят? Некоторые породы собак очень склонны как раз к заворотам желудка. И для того, чтобы профилактировать, для того, чтобы данное заболевание не возникло, очень часто вот как раз желудок у нас подшивают. Вот. По данной теме у меня все. Если есть вопросы, готова вам ответить. Спасибо. 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 Спасибо.